А я ему говорю, помогай вытаскивать, что ты смотришь? А там кабушин, ну, четыре кило. У меня у Гилища уже закрылась. Я тяну тяну. Вообще, на водопое обычно змеи людей не трогают. Смотри, неженка какая. Ты дела, нормальное оформление, кто тебя трогать не будет. Просто людинка, я так вижу, я художник. Это будет как-нибудь эталоном оформления, ну, когда я умру. А может, тебя прямо сейчас увековечить? Что-то такая агрессивная с утра, я не понимаю. Кругов под глазами нет, значит, все в порядке, выспалась. Туфли, ну, туфли старые, значит, не жмут. А, ну, здесь одно из двух, либо что-то съела не то, или недостаток сексуальной жизни. Ну, так как ты утром не ешь, ответ очевиден, да? Ты идиот? Да ладно, попал, что ли? Значит так, если к вечеру дело не будет оформлено должным образом, туда, товарищ майор, вы попали. Сииская! Твои каракули? Да, а что? Выбирай казнь. Конями разорвать или гильотина. Я же вроде все там сделала. Или не все? О, феноменально! Так, сегодня один человек в качестве коммунитарной помощи к синистской. И еще нужно два человека в группу быстрого реагирования, служебный транспорт прилагается. Что ты хочешь? Павел Сергеевич, можно в группу реагирования? Можно. Чем дальше ты от отделения, тем неспокойней. Держи. А, извините, рефлекс. Просто у меня сын все время телефон роняет. На. Он дела бы тебя научил рефлекторно раскрывать? Во было бы. Так, хорошо, значит, Верба, Попова, район, Синистская, Туркина, бумажки. А что я опять за синистской должна все переделывать? Может, я тоже в группу быстрого реагирования хочу, а? Пусть, пустя, течки мои, а я, может, мороженого хочу. Кстати, реально, хочу мороженого. Пойду куплю. В двух словах, у меня есть одна приятельница. Она на сайте знакомств вот на этого афериста нарвалась. Да вы что, на сайте знакомств на афериста нарвалась? А тут же самые крепкие браки. Слушай, не начинай. Женщина деловая, бизнесвумен. Вот, времени на личную жизнь нет. Ну, сама понимаешь. Вот, спасибо-то. Ну, Лон, тебе не обижайся. Короче, этот урод охмурил ее и уговорил оформить кредит на себя. Ну, на этом, как понимаешь, любовь закончилась. Вряд ли мне сейчас скажете, запомни эту поучительную историю. Никогда так не делай, свободно. Ну, конечно, нет, Оля. Я хочу, чтобы ты вычислила этого Альфонса. А там уж мы придумаем, что ему оторвать, чтобы деньги вернул. Виталий Леонидович, а давайте этим делом Макаров займется. Ну, там все, как он любит. Вот этот поймал, оторвал, выкинул. Олечка, в том-то и дело, что мне не гвоздодер, а пинцет нужен. Дело деликатное. Ну, к тому же тебе легче на сайте знакомств зарегистрироваться. Ну. Это приказ? Приказ, приказ. Я тебя как друг попросил, а ты. Будут приказы, позову. Иди. Ссылку на сайт кидайте. Уже у тебя на почте. Спасибо. У полицейских так всегда. После шумных погоней перестрелок наступает бумажная затишье. С мозгами у тебя затишье. Да, блин, ты сториз запорола. А ты сходи к Соломатину, пожалуйста, на меня. Заодно вот документики подпишешь. Сама иди. Хорошо, схожу. Заодно посоветуй мне посмотреть твой сториз. Туркина. Такая неприятная, как породавка. Вот это аппарат. В-образный 12-цилиндровый двигатель. 350 лошадиных сил. Это круто, да? Ну, это если бы ты родила не Виталика, а Брэда Питта. У которого состояние било Гейтса. Ну, а про эту машину что скажешь? Это Виталик. Очень смешно. Блин, еще и коробка механика. Я думала автомат будет. Ну и что? Да вчера на тренировке один придурок об руку ударился. А что ты Макарову руку не показала? Пойдем поменяешься с Аней или Катей? А, да сейчас. В какой-то век из этого бумажного болота вынырнула. Ты что, меня туда опять затащить хочешь? Нет. Ты сегодня куча. Отпускай сцепление. Пидаль, посередине. Тормоз. Сама тормоз. Да, пидаль, посередине тормоза сцепление слева. Иди-ка ты в бан. Ты знаешь, сколько это белье стоит, разорватель Мамкин? Здесь и адекватная водится. Семья Пахомова. Рано похвалила. А, вот она ты. А планы у меня, дружечка, такие. Тебя посадить. Секундочку. Да. Заходите. А, синистка. Здравия желаю, товарищ полковник. Здравствуй, здравствуй. Так, что вам у тебя, документы? Давай подпишем. Кожу увлажняете? Да. И, между прочим, я не стесняюсь того, что хочу выглядеть хорошо. Ну, наоборот, круто же. Вы молодец, современный мужчина. Только огурцы, это прошлый век. Вы что-нибудь слышали про наномаску? Наномаску? Это что, как у железного человека, что ли? Нет, японский крем с наночастицами, новейшей технологией. Если хотите, обращайтесь к меня подругой таким занимающейся. Ну, знаешь, если хотите, у меня вечером селектор с главком, а лицо, как у Шарпея. Дуй к своей подруге за этим чудоделием. Бегом. Ну, я, конечно, могу. Ну, Макарова. Так, спокойно. Макарова я беру на себя, чтобы через час была здесь. Ясно распоряжение высшего руководства? Так точно, товарищ полковник. Кругом шагом марш. Приехали. До вечера тут откисаем. Глуши. Саша, а ничего, что лужа вокруг, а мы на чистой машине вернемся? Блин, точняк. Засада. Что-то я понимаю. Аэрография. Блин, да видно, что мы на ней никуда не ездили. Машина грязная, но бензина-то не убавилась. А может, нам в баке дырочку проковырять? В голове у себя дырочку проковыряй. Фу ты! Нифига себе! Они что, 95-й льют? Ты прям бензиновый сомелье. Саш! Саш, а что за штучка тут мигает? Твою мать. Это GPS-метка. Сейчас все РВД видит, как мы тут с тобой стоим и деревьям улыбаемся. Саша, я придумала. Давай мы эту штучку на какую-нибудь дворнягу повесим. Пусть она по району бегает. Это типа мы ездим. А дальше этот клоун заявляется ко мне со своим адвокатом. Адвокат у него есть? Угу. Говорит, что все показания выбиты под давлением. Слышь, под давлением, Данилочка. Да, давление это плохо. В шкафчике аптечка есть, посмотри там все что-нибудь. Что-то мне выжило. Ну ты гусь, а. Я, значит, ему душу сливаю, а он оба пиолет. А это как считается, купальник есть или нет? Вот. Я для себя решил, что нет. Данилыч, а если супруга узнает, у вас дома не только кот кастрированный будет. Я что, дурак, что ли? И потом она не узнает, потому что это не я. Да? Да. А вот. Некий Георгий Алхазов. Бизнесмен из Воронежа. Бизнесмен, да, посмотри. Что у тебя тут? Увлечения с... Сёрфинг. И дайвинг. Да ты вот до вас. Данилыч, подожди. 123 прыжка с марашютом. Это, значит, чтобы долго не думать, свой вес написал, так понимаешь? Нет, это я написал количество висяков, которые у тебя в будущем квартале будут. Все, хватит. Дай я тебе сейчас одну покажу. Дай. Бомба. Да. Погоди. Сейчас. Стой. Ксения Помазанова? А что не под своим именем? Макс Стритрейсер. Один из лучших в Москве. О, нормуль. Падай за руль. Что, куда ехать? Да пофиг, главное километраж накрутить. Саш, мне кажется, это плохая идея. Да отличная идея, не очкуй. Оль, можно секунду? Макаров, отвали. Да я хотел поделиться просто. Надо, правда. Слушай, такое дело, у меня, похоже, дар ясновидения открылся. Так, все, я работаю. Ну, по слову, для таких скептиков, как ты, у меня есть документальное подтверждение. Посмотри. Посмотри. Макаров, слушай, я понимаю, как это выглядит. Да нет, я помню, что, помнишь, я тебе сегодня говорил, что ты в безуспешном, активном, сексуальном поиске. Я тут бабах, и получите, распишитесь. Ясновижу. А, и идти на хрен с кабинета, я понял. Ясновижу. Ох, не выйти тебе замуж, Ксюша Помазанова. Ты оборзела? Ты где-то еще сошлялась. Не оборзела, а выполняла личное поручение полковника Соломатина. Давай, пока придумываю свои корявые возмущалки, я в туалет схожу, вернусь, расскажешь. Личное поручение полковника Соломатина, да, выполняла? Ладно. 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 Ну, ты смс кинь, а то мне бежать надо. Ширм ждет. Да, да, да. Да, Павел Сергеевич, да, мы уже на точке. Ага. Хорошо. Отработаем и доложим. Да. Макс, мы еще по-быстрому узнаем, кто там буянит и вернемся. Ок? Давай. Слышь? Да. А чего по рации не отбили, что на месте? На хрен два экипажа гонять, а? Согласен. Косяк получается. А ты из какого отделения? Я? А… С этого? Как его? Сейчас, объясню. Э, принцесса! Вас кареты угнали. Ой, и правда. Ну, вы что зависли? Прыгайте к нам, уйдет ведь, ну! Ага. Ну, он уже там три раза был. Да. Да он даже английского не знает. Я, конечно… Офкос, я сойду, ги ми плеи. Плис. Что ты же понимаешь, Рома? У тебя что, когда вода заканчивается, ты из лужи пьёшь? Паша, а почему в жизни у тебя должно быть всё чёрное, либо белое? Потому что она, как и я, просто мониторит рынок, а сама ни с кем встречаться не собирается, ну? Ольга Викторовна, простите, а вы в таком виде куда, за булочкой или мусор вынести? А я, по-твоему, просто могу хорошо выглядеть, потому что я... А что я перед тобой оправдываюсь? Да, я иду на свидание. О, зачем тогда это помпезное вид, всё равно раздеваться, Оль? Павел Сергеевич, у вас всё? Да. Тогда захопните пасть. Это было жёстко. Паша, ты дурак. Точнее, утвердительно. Паша, ты дурак. Ром, не пойти ли вам в ***? А точнее, утвердительно, Рома, иди в ***. Уйдёт, давай быстрее, ну! Спокойно. Давай, 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 давай. Обходи, обходи его! Макс, не дёргайся. Сейчас эти гоблины уедут, я тебя отпущу. Лежать, не двигаться, гнида! Ну, хорэ, хорэ, в отделении уже присанёшь его. Да разок можно. Парни, спасибо большое от души, выручили. Давай Максима домой отправим, а то от него одни проблемы. Офига себе. То есть я ещё и виноват, да? Ладно, Макс, не бузи. Давай, падай за руль. Отвезёшь нас обратно. Дамы, вы кавалера своего забыли. Чё за... Гони, Макс, гони! Бензин закончился. Я надеюсь, вы простите мою вольность. Я заказал вино на свой вкус. Ну что вы мне? Очень импонируют мужчины, которые не боятся принимать решения. Ловлю вас на слове. За знакомство. Ай, Ритуля, он в восторге. Ну ты мне тогда прайсик на морскую косметику кинь. Слушай, он начальник РУВД, а деньги есть. У тебя вообще все новинки скупать будет. Ага. Давай пока. Чё с тобой? Мамину вазу разбила или до туалета не успела? Так это крем реально для Соломатина был. Туркина, ты охренела? То есть, когда Александр пятадцать умер, ты знаешь? А что, по чужим пакетам лазить нельзя, нет? Не было никакого Александра пятнадцатого. Чё ты умничаешь? Я говорю, что по чужим пакетам лазить нельзя. Кать... Что? У нас проблема. Знаете, у меня такое чувство, как будто мы с вами знакомы уже тысячу лет. У меня впечатление, что вы читаете мои мысли. Какое очарование, прям плакать хочется, бармен. Триста грамм водки вот за тот стол. Ксюша, Зая, ты скучала по мне, маленькая? Пожалуйста, уйди. Да зачем, пускайся, иди. Смотри какой гусь. Хотя, знаешь, она права. Ты-то давай иди. Иди же, по-хорошему. Ксения, а это кто? Скажи ему, кто я. Это мой бывший. Он не может мне простить, что я его бросила. По-хорошему, иди, пожалуйста. А, если бы по-благому дозировал бы ты отсюда. А то чего? Что ты мне делаешь? Знаешь, кто я? Я мент. Милиционер, понимаешь? Он выпил. Вот такая... Что я выпью? Я не выпил, я тебя укатаю на всю жизнь, если меня пальцем тронет. Несет чушь мне, обращай внимание. Видишь, она тобой уже командует, помыкает. Понимаешь почему? Потому что она деспотичная властная серба. Ага. Гадюка. Пошел луна. Подойди, подойди, подойди. Я ей еще ничего сказал. Знаешь, что? Она в постели. Это вот так. О! Это что, твоя подружка, что ли? Смотри. Бьет как баба. А вот это уже серьезно. Нападение на сотрудника при исполнении. Какое нападение? Откуда я знал, что ты полицейский? Ты что, тупой, что ли? Я же тебе сказал. Я мент. Тронешь, закрою. Блин, что сказать, а? Сейчас, сейчас. Ну, не знаю, давай скажем, что крем просроченный был, а? Слушай, мне профи что-то там придумывать будет. Главное, скажи, что я тут не врачу. Угу. Нет уж. Так. Где может быть? Где может быть? Везде. А вы что здесь делаете? О, господи. Да ладно, можно проще, товарищ полковник. Чем обязан? Да мы это вот зашли узнать, как вам крем. А! Ну, по ощущениям просто потрясающе. Кстати, а как, ну, снаружи? Вас вообще не узнать. Совсем другой человек. Ну, слава тебе, господи. Да, ладно, девочки, вы, наверное, сейчас идите, а то мне еще нужно к селектору готовиться. Еще раз спасибо за крем. Слушайте, этот ваш селектор, его никак отменить нельзя? Селектор, это как восход солнца. Что бы ни случилось, он произойдет. Как вам аллегория? Да, товарищ генерал. Понял, через двадцать минут. Вольма. Конечно, я готов. У тебя, если еще хорошая идея есть, как от бумажной работы убежать, ты предлагай, может быть, за город повезут, лес валить. Харе, а? Ну, если бы они Макса не раскололи, ну, все ровно бы было. Офига себе. То есть, я ваши жопы спасал и опять крайний? О! Я вообще-то должен в сухой камере сидеть, а не сыростью заниматься. У меня ревматизм. Все, закончили. Следующий. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Макаров, а как ты в ресторане оказался? Денис, я не понял, а что там с Ольгой по углам зажимаешься? Что началось-то? На задание она выезжала, микрофон не проверял. Допустим. А зачем ты это пьяное кунг-фу устроил? А за что бы ты его оформляла? За плохой тост или потому, что он вино через руку налил? А так он полицейского ударил, ему чирик светит, сейчас надавим на него немножко. Он все вернет, еще и рад будет. Ну, в этом логика и есть. Вот, на вашем людоедском, значит, спасибо, что ли? Куда намылились? Павел Сергеевич, а можно мы сегодня пораньше уйдем с работы? Схренали! Давайте мы вам завтра все объясним, можете придумать нам любое наказание. Как-то я их вообще легко отпустил. Может, я сплю? Ау, ты что делаешь? Больно! Ну, а что ты ожидал от деспотичной стервы? От гадюки натуральной? Да, я еще в постели как-то, да? А так, пойду у меня еще там к селектору готовиться. К чему ты от разговора уходишь, Макаров? Оль, ну все, ладно, что вы не скажете, я пьяный был, пьяный. В смысле пьяный? Ты был трезвый, если у тебя ко мне какие-то претензии есть, ты скажи в лицо. Ну, давай не будем. А, то есть они есть все-таки, да? Слушай, мы взрослые люди, давай на чистоту. На чистоту хочешь? Оль, знаешь, почему мы с тобой расстались? Так. Так. Из-за того удивительного превращения. Ты была прекрасная, милая девушка. И тебя назначили начать следствием. В кого ты превратилась? В мужика. В принципиального, сурового мужика. А я, малышка, хоть и прогрессивных взглядов, но против однополых браков. Макаров. Здоровая реакция взрослого человека. И готовишь, что невкусно. Все? Справился? Ну. Дальше что будешь делать? Не знаю, попробуй расколдовать. Макаров! Я твоих девок убью на хрен! Товарищ полковник! Что с вами? Вы на Луи Амстронга похожи, если вам губы побольше и трубу. Я понял. Заткнуться. Извините. Макаров. Макаров. Производитель. Макаров. Сейчас измейшей в Евгипте европа Продолжение следует... Макаров. Макаров. Самарас. Отретшward Vault. Продолжение следует... Продолжение следует... Макаров. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok